Макс пишет, что ждет новости про Маска. Да не будет новости про Маска. Нет, что-то там было про Маску. Слушай, не все, что X и Y, то Маск. Еще у нас сегодня выпуск называется в нашем внутреннем файлике «Выпуск без Дурова». Потому что Дурова где будет на интервью? А у кого? Думайте сами. Думайте сами, решайте сами. Хочешь закинуть какую-нибудь тему на растопочку? Ну давай Дурова и обсудим, раз у нас выпуск без Дурова. Да блин. Как тебе интервью Дурова такера Карлсона? Ну, мне понравилось оформление студии. Мне не понравились некоторые. А оформление это стулья, которые ты мешаешь? Ну, это прям странно. Ну, типа, там, наверное, какая-то отсылка была, но поддержка вот этих вот традиций блатных. Не, ну это же не то, что уже блатные традиции. Это мем такой был в свое время. В смысле мем? Это то, что у тебя спрашивают, когда-то в тюрьму приходишь? Ну, не спрашивают, это в тюрьме. Это пополнение интернета в тюрьме спрашивают. Да? Я там знаю пять ответов на разных. Я тоже знаю все ответы, я на всякий случай выучил, мало ли что. Но, как мне говорили мои знакомые, которые бывали в тюрьме, ничего там такого не спрашивают. Может, разве что только по приколу. Я посмотрел 40 минут, меня не хватило на все интервью. Этот Карлос Такерсон или Такер Карлсон просто абсолютно неинтересный интервьюер со своей какой-то непонятной повесткой. Ну, понятной повесткой, но это его выражение лица на абсолютно обыденные вещи, когда он сидит вот так. «А как это у вас в компаниях 30 человек работает?» «А что это такое?» «А у вас что, нет HR-отдела?» «А как это?» «О, это вы самых умных программистов?» «А как так?» Думаю, блин, чувак, ты вообще к интервью готовишься? Ты куда приехал? К кому приехал? Ты почитать снимок? Ты, блин, не знаешь, что... Есть куча стартапов классных, которые работают по 2-3 человека. Ну, давай так, ты знал, что в Телеграме работает 30 человек? Конечно. Да? Я вот не знал. А ты же сколько думал, там людей работает? Не знаю, 200, там, 300. Не, ну, я не знал, что там 30 человек работает, но, по-моему, тот факт, что там мало инженеров, он достаточно открыт был. У них саппорта нет, там, у них... В принципе, то, что в Телеграм набирают ребят самых умненьких через их контекст, этот, как-то на русском сказать, контест... Конкурс. Соревнования, конкурс, ну, это открытая информация. Это еще в ВКонтакте у них была такая традиция добрая. Как бы... Ну, ладно. Я-то, может, не осмысливал это. Меня тоже... Меня удивило то, что... Я, например, не осознавал, что Дуров единовластный владелец Телеграма. Я думал, что там все-таки есть какой-то стейт-стейт директоров. Меня это удивило. Но в целом, ну... Короче... И вот эти вот выражения Карлсона, лица вот это вот... Вот такая у человека экспрессия. Мне не понравилось. Дуров интересный чувак. Ну, в смысле интересный. Он... Он малыш интервью дает. Он не изменился, кстати, вообще. Ни внешне, ни по своим стилам. Слушай, лежали мы с тобой в ледяных ваннах. Может быть, тоже бы не поменялись. Меня порадовало то, что у Дурова английский не суперкрутой. И я поверил в свои силы. То есть у него хороший словарный запас, но у него чисто такой руин лишь местами проскакивал. Я думаю, ну, раз Паша так разговаривает, то и нам можно. Потому что, Леша, понимаешь, в чем прикол? Что, да, когда ты приезжаешь в другую страну, глаговорящую, есть проблема, да, что там, не знаю, люди тебя не понимают. Но когда ты очень богатый и приезжаешь в другую страну, то это у людей проблема, что они тебя не понимают. А-а-а, вот так. Вот как это работает. Это уже не твоя проблема. Я жду интервью у либерального блогера на три часа. Мне кажется, оно будет интересней. Мне не нравится Такеру Карлсон, скажу честно. Я отгажированная персона, поэтому меня отталкивало каждую секунду. Слушай, ну у него не просматривалось... Ну, окей, у него просматривалась его вот эта правая повестка политическая. Но меня расстроило не это. Меня расстроило то, что это было сделано прямо на сильном контрасте. Это было очевидно. На контрасте с его предыдущим гостем. Все знают, кто там этим гостем был. А во-вторых, блин, ну у него вопросы, ну, были странные. Они... Они и не дудевские. Вот Дудь бы его там размотал, попробовал бы размотать. Такер Карлсон никого не разматывал. Он спрашивал какие-то достаточно очевидные вещи. И они были не айтишные. Ну, я, конечно, как айтишный интерьер расстроился, потому что час... И вообще не поговорить, как... Ну, он спросил, у вас 30 человек работают. Ну, это же интересно узнать, как 30 человек инженеров держат сервис, который 1 миллиард пользователей держит. Ну, вот, да. Типа, хотя бы, по-моему, рассказать, инфраструктура, как вы справляли... Вообще в ноль. В ноль по фазе. Зато про ФСБ поговорили там, про эти, про АНБ, про... Какую-то... Ну, то есть вещи, про которые мы либо знали, либо догадывались. Либо на которые бы Павел никогда бы в жизни не ответил. Ну, да. По-хорошему. Да, есть такое. Забавная там эта история была, как его в силиконовое дарение побить пытались. Я так прикольнулся, типа, а что вы в Сиэтле не остались? Ну, я шел ночью, меня там... Его не просто пытались побить, он же еще и отбился. Там прикол в том, что у него выбора не было, я так понимаю. У него телефон был, а в телефоне у него, видимо, много доступов. Он говорит, я телефон не мог отдать, поэтому я его отдернул обратно и решил убежать. Кстати, Паша молодец. Нет, там же было, что, типа, была драка до крови. А потом он убежал. Ну, он сказал, что была кровь, и потом он убежал. Да. Да. И там в интернете уже, типа, блин, да. А есть пруфы того, что была драка. Да, камон, чуваки, какие пруфы? Что эти афроамериканцы потом пойдут и напишут статью о том, Канидурова избили, да? Они даже не знали. Ну, да, кстати. Телефон нажать хотели. Если бы знали... Если бы знали, на медиуме уже было бы, да. Еще там его ругали за то, что он Маска. Нами любимого очень сильно, конечно же, похвалил. Я не услышал там похвалы. Он просто рассказывал, что он общался с Джеком Дорси, он рассказывал, что он общался с другими основателями Твиттера, и что после продажи там Маск, типа, сократил большое количество сотрудников. И, мол, это такой обычный окшак с его точки зрения. Ну, так понятно, чувак, блин, компаний, которые пользователи имеют столько же, сколько и Твиттер, наверное, больше, управляет в одно лицо. Понятно, что он Маска в этом будет поддерживать. Когда он пришел, просто сократил кучу людей, которые, по его мнению, там не работали. Хотя вот этот момент, то, что в Твиттере там сколько, 5 тысяч человек работало, а в Телеграме 30 человек работает, условно, инженеров, и там и там примерно соотносимое количество пользователей, он, конечно, заставляет задуматься над эффективностью. Ну, есть такое. Но все-таки Твиттер-то по развесистей, наверное, по функционалу, чем Телеграм. Ой, я бы тут очень сильно поспорил. Думаешь? Что в Твиттер просто постят сообщения ограниченного количества и все. Ну, сообщения, видосы они хостят у себя. Видосы хостят они начали недавно относительно. В годы два. Эти видосы просматриваются большим количеством людей. Телеграм тоже видосы хостят, и они тоже просматриваются большим количеством людей. Ну, не таким, как в Твиттере. Мне кажется, в Твиттере побольше людей видео смотрит. Ну, если взять в расчет миллионную группу... У тебя просто потенциально один твит в Твиттере может разлететься на всех пользователей Твиттера. Это возможно. А в Телеграме одно сообщение не может разлететься на всех. Это физически невозможно. Не знаю. Мне кажется, времена того, когда сообщения в Твиттере разлетались на всех, прошли уже давным-давно еще. Ну, это потенциально возможно. Короче, не знаю. Странное интервью. Ну, ничего там с какого-то инсайдов никаких не было. Разве что посмотреть на то, как Паша в жизни выглядит, потому что он реально отличается слегка от тех фотографий, которые я пользуюсь. Да, отличается. Блин, он такой милый прям. Ну, слегка. Он милый, да. В интервью, да, он милый. На фотографиях он такой, типа, успешный успех. Там, типа, е-е-е, блин, ребята, в холодной воде лежу, в пустыне стою, вдаль смотрю, смотрите. А там такой, ой, милаха. Да. Ты знаешь, ты смотришь на него, у тебя нет ассоциации, будто бы это суперзлодей современности. Вообще нет. Он так не воспринимается. Он вообще не воспринимается, да. Да, да. Ну, то есть, обычный такой парень, простенький даже местами. Да. Даже и не поверишь, что когда-то пятитысячные купюры бросал из офиса своего. Стодолларовая, да, на то время. Короче, ну, интервью как интервью. Про AI там ничего не было, так что вы можете смело пропускать. Ну, в целом, да, дождитесь лучше блогера на три часа. На три часа, да. Более либерального блогера на три часа. Возможно, русскоязычного. Да. Кстати, как ты съездил в Дубай, расскажи. Неплохо. Даже фотографию выкладывал в своем мастодоне. Даже уже один выпуск оттуда выложил. Вот сегодня. Так что, если вы хотите посмотреть, как на такте программировать под блокчейны, можете посмотреть на эти бороде. Надеюсь, следующий выпуск на три часа будет. Поинтересней. Ну, все, все, все. Притуши, притуши. Рыбайтесь. Давай начинать наш выпуск. Всем привет-привет. Вы слушаете 32-й выпуск Айя-подкаста. Лучшего подкаста про мир искусственного интеллекта, нейросети, программирование и вообще новости из всей этой сферы. И с вами его постоянная уже почти целый бэнд, да? Половина этого. Бойс-бэнд. Бойс-бэнд, да, бойс-бэнд. И его исполнители. Я Алексей Картыник, и он... Витя Шленченко, и половина квартета, хотел сказать, половина квартета, дуэт Леши. Дуэт, точно. Спасибо тебе, Витя. Всегда знаю, что можно на тебя положиться. В общем-то, вы слушаете нас, а мы рассказываем вам новости Аяя. Сегодня у нас, как обычно, очень немало новостей. Но перед этим давай расскажем, что у нас за подкаст такой, с помощью кого он делается, и какие у нас новости вообще. Отличная идея. Во-первых, как ты уже сказал, наш подкаст, это один из лучших русскоязычных подкастов. Есть не лучший вообще про искусственный интеллект. Это раз я бы попросил. Выходит он на всех площадках, на всех мыслимых и немыслимых платформах, и делает он это благодаря НВ-клабу. И W-клаб – лучшее место, чтобы расти в айтишке. Твое лучшее место, чтобы расти в айтишке. И мое тоже. И твое тоже. И твое тоже. Все верно. Вот. А так как у нас лучший подкаст, он еще и пока что кажется самый крупный по ИИ на русском языке. Если вдруг есть какие-то другие, скидывайте нам в комментарии. И так как у нас подкаст серьезный, у нас есть телеграм-чат наших подкастчан, наших подкастчан. По подкастчиков. Подкастчиков. Наших драгоценных слушателей в телеграме. А.А.А. подкаст. Присоединяйтесь. Там нас уже более 700 человек, почти 800. И там у нас постоянно свежие новости, классные разгоны про мир будущего, криптоанархию, киберпанк-анархию и все вот это вот. Обожаю у нас чат. Да вообще идеально. Просто идеальное место, где можно подождать следующего выпуска и подкаста. Можно подождать следующей войны. Да. Там иногда просто бывают такие темы, которые могут вас немножко прибить, но в целом это все философствование, хорошее, красивое. Спасибо тем, кто его разводит. Мы прям обожаем такие штуки. Еще у нас есть каталог AI-сервисов, которые все никак у нас, руки не дотянутся немножко подновить. Ну, мы его обновляем каждые две недели. В этом каталоге более 250 сервисов, которые мы обсуждаем с Витей в выпусках. Поэтому, если вы слушали наши предыдущие выпуски, не поняли ссылку на слух, можете пойти в сервис, почитать про него и перейти. Ссылочка простая. awclub.github.io Это open source. Вы можете туда сконтримьютать, внести свои изменения, если хотите. Так что приходите. Звездочку поставьте тоже на гитхабе. Звездочки там. Да, там их почти 90 уже, между прочим. Как вам такое? Там их было 90, а потом кто-то убрал одну звездочку, осталось 89. Да, поэтому, пожалуйста, верните звездочку. Наверное, это наш Алекс, верни звездочку. Да, пожалуйста. Он тренер. А еще, Леша, еще напоминаю тебе и нашим дорогим слушателям, что у нас же есть канал на английском языке, который называется Univy Club. Просто Univy Club, наш основной канал на английском языке. На ютубе, на ютубе. На ютубе, да. И там сейчас тоже выходит подкаст про искусственный интеллект на английском с замечательной, с Рой Сифербековой. И первая тема – это применение и в музыке, а следующее будет применение и в лечении онкологических заболеваний. Как тебе такое? Вообще офигенски. Я первый выпуск прослушал прям захлеб. И Зура, и Десс – это ее гости в первом выпуске. Просто красавцы. Шикарный, понятный для нас английский. Шикарная тема. Сколько там, полтора? Полтора часа, по-моему, они разговаривали. В общем, много инсайдов. Поэтому, если хотите узнать про AI применительно в разных сферах, то подписывайтесь на AW Club, на английском на ютубе и следите за выходами новых подкастов с Зурой. И там не только подкасты с Зурой выходят, а много еще других прикольных видосов. Поэтому подписывайтесь просто. Лишним не будет. Возможно, в каком-то будущем там даже документалочки будут выходить, но это так. Да, это пока что мы не будем говорить, чтобы не спугнуть документалочки. Еще у нас есть блог на сайте aw.club, в котором появляются айтишные новости, айтишные статьи. В частности, мы с Витей там раз в неделю делаем небольшой дайджест самых основных новостей из мира AI. Поэтому, если хотите раньше в подкасты узнавать об этих новостях, тоже приходите к нам в блог. Ссылка в описании. Да, или подписывайтесь там на какой-нибудь Инстаграм, Линкедин, там все эти ссылочки репостятся. Короче, пользуйтесь, пока есть. А то завтра уже может не быть. Кто знает. Да, цените. Ладно. Цените. Твоя любимая рубрика? Моя, но и твоя любимая рубрика под названием Большие рыбы. Большие рыбы Тебя ласкают Большие рыбы Боже, Витя. Извините. Мои олдсколы. Сейчас половина слушателей такие, что они поют? Что это такое? Хорошая песня была. А у меня почему-то большая рыба остается с Большие рыбы. Да, да. Понял, да? Плохо ложиться туда. Короче, не знаю, что из этого сейчас слушать нельзя, но в целом у нас Большие рыбы обычно начинаются с OpenAI традиционно, но я сегодня ворвусь и хочу начать с новости одной строкой. Даже не новости, а слух. Мы про слухи редко говорим, потому что их миллион. Но слух одной строкой. Слух одной строкой, который просто классный очень. 9 апреля на одной из лондонских конференций небольших компания Мета заявила, что где-то в апреле либо в начале мая они наконец-то выложат Ламу 3. Намекнули. Намекнули. Причем не сказали никакой размер у нее будет, не показали никаких демок. Была только одна фраза. Our goal over time is to make a Lama-powered Meta AI be the most useful assistant in the world. То есть намекают, что это будет open-source модель, которая должна быть желаема всем миром. Ждем что-то соизмеримого с GPT, минимум с GPT 3.5, а может даже подбирающегося до GPT 4. GPT 3.5 open-source локально. Ты видел, что в шею сошло? Я видел. Так это хорошо, что это произошло сейчас, а не когда мы закончили запись, понимаешь? Это какая-то ведь карма постоянно, когда мы записываемся прямо в онлайне происходят супер-крутые релизы. Короче, вот прямо сейчас, сейчас вы слушаете кусочек из нашей записи, из будущего. Мы записывали сейчас и ровно во время записи наш глубоко любимый Марк Цукерберг выложил видео, в котором анонсировал Lama 3, буквально про который мы минуту назад говорили, как про слухи. Чувак, ты зачем это делаешь прямо онлайн? Но нам придется теперь это обсудить. Мы посмотрели ролик, послушали, да, послушали ролик и все наши мечты оправдались, как мне кажется. Давай я, может, красненько расскажу, что я там услышал. Я дополню, если что. Во-первых, они запустили портал Meta.ai, в котором можно залогиниться, если вы живете, насколько я понимаю, в Америке, больше я не могу в него залогиниться, и там надо логиниться. У меня тоже не получилось. И в Литве не получилось. сам с инвент в ронг. У меня написано, что Meta.ai isn't available yet in your country, и логин только через Facebook, и это прям фигово, потому что я Facebook свой давно удалил. Блин, придется походу создавать фейковый аккаунт. Меня пустило до логина, меня разрешило залогиниться, если что. Ну и дальше сломалось. Значит, просто сейчас большой наплыв в аудиторию. Насколько я понял, через этот портал можно будет потестить и модельку, и разные новые штуки, которые у них будут появляться. А что вообще появилось? Короче, он анонсировал Lama 3 модель. Две версии уже доступны, которые можно скачивать. Валера, вот прямо сейчас пишет, что скачивает какую-то из них, по-моему, 7b. Две версии. Первая версия на 8b, 8 миллиардов параметров, вторая версия на 70 миллиардов параметров. И я тут расстроился сразу же, потому что, ну, мы знаем Lama 2 на 8b и на 70b, то есть вроде как больше параметров не сделали. Хотя Марк говорит, что эти модельки, они по бенчмаркам обгоняют даже Mistrale 8x22b, про которую мы сегодня еще поговорим. Это одна из самых тоже крутых open-source моделей от Mistrale, которая вышла буквально на прошлой неделе. Так вот, Mistrale на 141 миллиард параметров имеет бенчмарк MML U на 77,8 поинтов, а Lama 3, по словам Марка, на 82. В чатике у нас сразу же спросили, может ли эта штука Lama 3 70b тягаться с G5 4 Turbo? Ответ, скорее всего, нет. Но, потому что 70b, но Марк в видосе сказал, что это только первая, первая версия, которую они выложили, и в ближайшее время они будут докатывать разные другие штуки и фичи, в частности. В частности, они выкатят мультимодальную версию, в которой будет интегрирована модель Imagine Flash, и эту модельку можно будет тоже через MetaEye интерфейс потестить, и через WhatsApp, кстати, я не понял как, но потом поймем. С быстрой генерацией картинок на Литуме, что происходит. С реал-таймовой. Он в видосе сказал, что ты будешь только набирать, а картинка уже будет генериться. Мы, прямо скажем, такое уже видели с тобой. Мы это видели, но мы не видели open-source и мультимодальной модели, а это то, что мы можем в ближайшем будущем увидеть. Да. Короче, насколько я понял, надо еще немножко подождать. В тех моделях, которые уже доступны, этого нет, но Марк сказал, что в ближайшее время они выкатят мультимодальную версию. Эта версия будет иметь сильно большее контекстное окно. И, внимание, если я правильно услышал, он сказал о версии на 400 миллиардов параметров. 400B. В open-source. Значит, мне тоже не показалось. Получается. GPT-4 это микшеров-эксперта из 170, по-моему, 2 миллиардов, которых там штук 8. Ну, это больше, это в 3 раза почти больше, чем GPT-3.5. Это просто... Когда? Где деньги? На чем это запускать? В чате правильно пишут. На чем? Да ладно. Найдем деньги. Найдем. Где запустить? Это же офигенная новость. Если действительно они выкатят эту модель, это будет самая сильная open-source модель, которая существует сейчас в принципе на рынке. И мультимодальная. Если она... Видите, если она еще будет действительно мультимодальная, то по факту это будет третья модель на рынке по-настоящему мультимодальная. При том, что первая из них это Google G-mini, а вторая из них это этот... Ммм... Кто? Charge 5, который еще даже... Ну, который непонятно на самом деле мультимодальный или нет. Ну, который скорее всего не мультимодальный в классическом понимании. То есть по факту мы имеем на рынке три мультимодальных моделей и одна из них open-source от Facebook. И еще по мощностям сопоставимая. Просто трындец. Я не знаю, что на это должны противопоставить OpenAI. Я думаю, что Google сейчас будет опять плакать где-нибудь в уголке. Ну, просто трындец. Я... Как... Как... И почему они это делают ровно тогда, когда мы записываем выпуск? Теперь из-за этой новости мне придется этот выпуск выпустить в пятницу, а не в субботу. То есть завтра. Сволочи. Вообще. Они не любят нас. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это офигеть круто. У меня еще, знаешь, такое... Мы когда слушали, у меня такой мандраж был, как будто бы я OpenAI-вскую презентацию про Чарджи 5 смотрел. Про Чарджи 5 3,5. Ты, кстати, образовываешься цепочечка у Марка. Такая скромненькая, с белого золота, походу. Я не понял, что это цепочка. Он же обычно аскетично выглядит. А тут цепочку добавил. Может, чтобы над дуром постиваться. Короче, блин, я сейчас... Я просто... У меня мандражка. Я сейчас сижу, у меня вот эти вот первые 10 минуты, от осознания того, что только что Facebook сделал. В чате опять ребята пишут, на чем запускать, что прикольная идея выкладывать типа open-source модели, которые не на чем запускать. Вы их не запустите на своих компах. Да. Но их можно запустить на серверном железе, недорогом относительно. Можно арендовать там за 100 долларов железянку очень мощную или там за 200 долларов. И там крутить эти модели. Понятно, что такого качества модель не будет доступна обычным пользователям. Она сама по себе... Да, она и не нужна обычным пользователям. Она и не нужна. Она и не нужна. Ну, ладно, она может быть и нужна, но я думаю, сейчас M4 компы выпустят, но у них на борту будет каких-нибудь 512 гигабайт оператива. Она нужна как сервис, как селл-хост эта штука. Она обычному пользователю не очень нужна. А, там про OpenAire писали. Но в целом, в целом это офигительный шаг. И, блин, я уже прям... Я все время говорил, что компании скоро будут разворачивать локальные инстансы, айтишные компании, локальные инстансы LLM, чтобы приватно программировать. Я думаю, с Lama i3 они не просто будут, они должны это делать, потому что это уровень GPT-4 локальный, приватный, запущенный на, блин, обычной жестянке у тебя в компании. Что такое компания потратить 200 баксов в месяц на штуку, которая будет обслуживать там несколько команд? Да, это вопрос приватности для бизнеса решает, для тех ребят, которые не хотели пользоваться OpenAI-овскими решениями, потому что недостаток в секьюрити имеется. Дайте воздуху, Витя, дайте воздуху. Я одного боюсь. Я боюсь одного, что они изменят пользовательское соглашение, оно же у них и так там драконовское слегка. Ну, когда ты много пользователей получаешь, тебе надо сообщать об этом мете и, возможно, делиться доходами. Если... Есть вероятность, что они изменят это соглашение конкретно для этой модели, сделают его жестче. Потому что мне страшно представить, сколько они бабок потратили на то, чтобы эту модель натренировать и выложить в OpenSource. Ну, Цукерберг вложился, молодец. Ну да, так бы была цепочка покрупнее. Да, пришлось пару звеньев подколоть от цепи. Блин, как вот циркуляция вот этих вот корпораций добра-зла, как она... Ты заметил, как она циркулирует? Да, да. Facebook... Google сначала был корпорацией добра, да, потом постепенно превратился в корпорацию зла. Цукерберг был очевидным просто злодеем-рептилоидом. Подожди, а почему Google в компанию зла превратился? Google скорее превратился в шута с Бардом, но потом они отстояли позиции. Ну, там же много было у них все равно вопросов по приватности, по слитым данным в свое время, по закрытым проектам, которые они поубивали. Ну, Facebook, да, Цукерберг знатно прям переобувается, красиво переобувается. Ну, в нужную сторону, а такие переобувания мы приветствуем. А, ну вот понимаешь, но то, что они к мета-AI сайту закрыли логин только через Facebook, меня прям сильно смущает. Ну, так а как, Леша, как? Как? Через Google, через логин-пароль пару, через телефон. Я надеюсь, что это просто первая бетка. Ну, почему нет? Да, это и они сколько денег потратили. Да, это и возможность хотя бы с аккаунта статистику собирать. Кстати, Цукерберг в своем видосе еще сказал, что у них реалтаймовый поиск будет, который работает через Google и Bing. Они заинтегрялись с Google и с Facebook, заинтегрялся с Google и с Bing. Стоим, сложно добавить в серпати авторизацию себе на сервис. Ну, посмотрим. Ну, ладно, в любом случае придется завести фейковый аккаунт, потому что очень интересно посмотреть, что же под капотом у этого сайта MetaEye. Если это будет еще одна песочница, где можно будет Lama 400B использовать бесплатно. Ну, блин. На этот сервис можно и Paywall повесить так на 20 баксов. Да, вполне. И просто хуже джимини работать. Давай делай ставки, как скоро Lama 370B появится у какого-нибудь Hyperplexity в бесплатном доступе в Labs'е и на каком-нибудь Hugging Face из чата. Я думаю, где-то через день после релиза. Да, я думаю, где-то через пару часов, да? Да. Сколько там ее скачать, загрузить, развернуть, ну... Блин. Это какая-то карма. У нас уже с тобой такое случается раз в пятый. Ну, в этот раз мы успели. Мы успели в этот раз, Леша. Мы успели, успели. А что у нас такое было по масштабу еще? По-моему, когда G5.3 с половиной релизили у нас тоже похоже, которая штука была. Мы записались и буквально на следующий день ее завелили. Увольнение Альтмана у нас точно случилось на следующий день после выхода подкаста. Все. Давай, короче, теперь возвращаемся обратно на час вперед к нашему сценарию. Видишь, как пишут, чай с удачной поход с сосиской. А я говорил, что это важная традиция. Витя! Я знаю, что это было. Просто Марк реально нас смотрит. Он сидел, слушал подкасты, ему там ребята такие, Марк, когда релизим? Он такой, подождите, ребята записываются. Да, сейчас перерыв у них будет. Мы выкатимся, они успеют посмотреть и заодно расскажут. И я заодно не продолбаю. Марк, все, продолжаем. Спасибо, братан. Спасибо, дружище. Продолжаем. Ладно, это на сегодня все. Давай, наверное, про OpenAI-то да. Давай, про OpenAI. OpenAI выкатил GPT-4 Turbo. И тут, казалось бы, в смысле, он уже выкатывал GPT-4 Turbo, но имеется в виду доступ через API, в том числе с Vision. Теперь можно строить свои приложения и использовать GPT-4 с Vision. через API и далее. У них через API GPT-4 Turbo было, а вот с Vision все ждали. Да, наконец-то появилось, наконец-то теперь можно использовать. Пишите ваши сайты с помощью салфеток и API. Пожалуйста, сколько угодно раз. А еще я хотел сказать про лидерство в чат-бот-арену, я хотел что-то другое сказать. Не, именно это и хотел сказать, что они действительно не зафайн-тюнили, а улучшили GPT-4 Turbo, проапдейтили данные за 23-й год, декабрь, теперь она владеет данными, и реально улучшили алгоритм. Потому что вот то, что ты хотел рассказать, оно показывает превосходство. Да, в бенчмарке GPT-4 Arena GPT-4 вернулся на первую строчку. Чат-бот-арена, сорян. Да, действительно было прикольно, если бенчмарк назывался GPT-4 Arena. Да, сорянчики, чат-бот-арена называется бенчмарк. Первую строчку там какое-то время держал Клод Триопус, кстати, очень крутая модель, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. Но GPT-4 вернулся на первое место, именно GPT-4 Turbo, новая версия. И это к вопросу о том, что последние тренды были такие, что все жалуются, что GPT-4 тупеют. Ну вот, еще и умнеют получается тоже. Ну, у меня тут есть гипотеза, что они берут, выпускают сначала GPT там, мажорной версии, условно, выпустили GPT-4, и он был суперумный, просто тогда еще не было чат-бот-арены, она не была так популярна. А потом они его делали тупее, 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 и вот они выпустили GPT-4 Turbo, который, мне кажется, должен... Просто вернулся к старым позициям. да, ну, есть такая мулька. А вообще, чат-бот-арена прикольная штука. Ты видел же, как они там замеры делают? Нет. Там два... Мы это обсуждали, по-моему, нет. Обсуждали, но просто в комментариях спрашивали, я вот решил напомнить. Ты когда заходишь на чат-бот-арену, это сайт, на котором два окошка, и у тебя, не говоря, какая модель в каждом из окошек исполнился, просят... А, все, да-да-да, я вспомнил, вспомнил. Просят ввести промпт. Просто оцениваешься, какая дала лучший ответ, да. Да, так что это очень достаточно честный бенчмарк. Конечно, можно его захакать, не хайджакать, захакать. Заобузить. Заобузить. Да. Что еще появилось в OpenAI? Это ж не только это появилось. Не только это. Про OpenAI сегодня много новостей. Наконец-то, наконец-то появилось долгожданное, давно анонсируемое пару подкастов назад функция частичного редактирования изображений с помощью данной. Мы подкастов анонсируем, да? Да-да-да, мы официально канал коммуникации OpenAI, если кто не знал. Короче, все просто. Сгенерил картинку, например, корова, но тебе не понравилось, что у коровы нет рогов, ты ей обвел пальчиком голову, написал добавь рога, добавляются корови рога. То есть, теперь можно по кусочкам редактировать изображение, то, чего на самом деле очень не хватает любым диффузионочкам. Потому что часто так бывает, что картинка почти идеальная, но что-то бы там поменять. И вот теперь можно поменять. что они этот функционал внедрили исключительно через GPT с под названием DALI. То есть, ты не можешь в обычном чате этим функционалом пользоваться. Тебе надо создать чат с GPT под названием DALI. Нет, я в обычном чате говорю, сгенерируй мне картинку, она генерирует, и там потом доступно. Ага. Ну, блин, это круто. Ждали от MidJourney получили от OpenAI. Прикольно. Ну, в MidJourney в веб-интерфейсе эта штука точно есть. Я не знаю, есть ли она в Дискорде. До сих пор не зарелизили. Ну, не зарелизили, но уже много кто к нему получил доступ. По-моему, надо 2000 иметь генерированных картинок, чтобы получить доступ к вебу. больше бабок, больше доступа. Ну, ясно. Ну, спасибо, мы пока на DALI посидим, у DALI все в этом плане хорошо. А еще была новость, переходя от технических новостей к сплетним, скандалам, интригам. OpenAI неделю назад уволили двух сотрудников. Казалось бы, будем сейчас обсуждать увольнение двух сотрудников. Да, вот это новость. OpenAI нанял офис-менеджера. Уборщика. Ну, если что, это разные люди, офис-менеджеры, уборщик. Короче, фигня в том, что они уволили двух ребят из отдела Super Alignment Team. Помните, мы про него когда-то рассказывали в прошлом году, отдел, который они делали, чтобы следить за процессом Alignment новых моделей и в том числе делать отчеты всяким большим шишкам из государства о том, как это все дело происходит. Все бы ничего, но этот отдел раньше возглавлялся Ильей Сускевером, и, естественно, там начались опять слухи, а что там, как Илью не уволили, а где Илья? Я вас держу в курсе, Илья не подает признаков активной жизнедеятельности в Твиттере, пока непонятно, что с Ульей, он просто пропал с радаров уже почти полгода как. Да, Леша следит. Да, я слежу, прям подписан. Уволили пацанов, почему? Во-первых, у парней, ну, парни нашинские, походу. Один Леопольд, ну, понятно, Леопольд из детства, это наш чувак, потому что подлый трус, в смысле, мультик такой был, Леопольд подлый трус, да? Парни зовут Леопольд, Ашен Бренер, а второй Павел Измаилов, короче, наши парни. И уволили их за слив информации. Какой? Непонятно. Но раз уволили, значит, что-то там было. Наверное, просто Леопольд, Ашен Бренер попросил Сэм Альтман жить дружно, с Ильейсу с Кевером. А Альтман не хочет. А он сказал, Леопольд, выходи, полный трус, и он вышел из компании, да? Да, да, да. Так все и было. Шутки за 300. Сколько людей поймут эти шутки? Не знаю. И я делаю ставку на то, что они были теми самыми чуваками, которые потихонечку подсливали информацию о Кьюстаре, том самом призрачном Кьюстаре, который станет владельцем, феодалом всего мира в скором будущем. Ну, возможно, возможно. Откуда же этот слив появился? А вторая версия это то, что они слили информацию о том, что Сэм Альтман миллионер. Да, кстати, появилась информация, что Сэм Альтман миллионер. Ой, миллиардер, миллиардер. Ой, господи, да, миллиардер. Почему миллионер-то? Он миллиардер. По версии Forbes вошел в список миллиардеров. Причем, казалось бы, круто, чувак развил OpenAI, молодец, но дело вообще не в OpenAI, OpenAI еще пока что даже, как я понял, не считали. Дело в его старых инвестициях, потому что чувак много наинвестировал в крутые стартапы и в Reddit, и в Stripe, и в Gellion, и много еще куда. Достаточно дальновидно инвестировал, пока работал в U-комбинаторе. И так стал миллиардером. Я вот тут, когда эту новость читал, я думал, блин, как круто, когда ты владелец офигительно крутого стартапа-акселератора. Ты просто по факту сидишь, ну, либо директор, ты сидишь и просто смотришь, какие стартапы тебе заинвестировать. Ну, это, понятное дело, это непросто, но в целом, если ты директор крутого стартап-акселератора, из которого выпускаются классные стартаперы, и ты не стал миллионером, как минимум, максимум, миллиардером, то ты, наверное, был плохим директором. Вообще очень странно, да? На самом деле можно смотреть вообще. Либо очень хорошим директором, потому что ты просто забывал вкидывать в стартапы свои личные деньги, а все отдавал на работу все время свое. Это для этого есть другое слово. Если ты вот так делал. Ладно, расскажи, пожалуйста, что теперь общего между Charger 5 и Годиллой, Леша? Общее то, что Charger 5 теперь может официально разговаривать с Годиллой на одном языке, потому что, да, Годилла, наш Япон, кстати, она или он? Ну, наверное, она, ХЗ, не знаю. Почему она? Ну, а так-то он ведет себя как альфа-самец, а вообще это ящерица, и может быть, там нету полов. В общем, Годилла, японская штука, большой такой монстр, и она разговаривает, наверное, на японском языке, если разговаривает. Вообще не разговаривает. Ну, и Open AI открыли в Японии первый офис, в принципе, в азиатском сегменте, вот в том сегменте Азии. Они открыли офис и приурочили к открытию новую зафантюненную версию GPT-4, которая доступна в Японии. Зафантюнена, даже не зафантюнена, она адаптирована, оптимизирована под японский язык. Что интересно, по сравнению с тем, как работает GPT-4 Turbo с японским языком без оптимизации, эта версия GPT-4 в три раза уделывает GPT-4 Turbo. То есть, там, видимо, оптимизация прям нехилая проявили. Мне вот интересно, а до этого японский язык Чарджи Пяти фигово понимал, получается? Нет, он нормально его понимал. Ну, вот смотри, Чарджи Пяти нормально понимает английский, он чуть хуже, но нормально понимает русский. Он, в принципе, неплохо говорит на белорусском, но ты, когда видишь белорусскую его речь, ты понимаешь, что он делает много ошибок, из украинского что-то берет, из других языков. Я думаю, в японском было что-то похожее. Датасет маленький был, и они просто дообучили версию эту на датасете, и он стал работать на сильно более качественном уровне. Вот. Они выпустили официальный блокнот, в смысле, статью в блоге про эту новость. Очень милая статья, милая она тем, что она наполовину на английском, наполовину на японском. Хочется верить, что они перевели это через чат. Это чатом GPT, да, хотелось бы верить. И что интересно еще в этой новости, это то, что японские местные органы власти, в частности, используют чат GPT в госсекторе для того, чтобы повышать свою эффективность. И это говорит о том, что чат GPT, точнее, Япония, она достаточно прогрессивна в законодательстве Яйном, раз там даже на госуровне это все используется. Ну, да. Либо они еще не подумали о том, что они отдают в чат GPT. Ну, я думаю, что Сэм Альтман бы не зашел в страну с каким-то странным регулированием. Наверное, в том числе из-за регулирования они туда и пришли. Ну, да, да, может даже и пригласили. Кстати, из забавных фактов. Ты знаешь, какой город в мире самый густонаселенный? Гонконг какой-нибудь? Нет? Токио, да? Я правильно. Токио. Токио, да. Ну, правильно, не густонаселенный, а самый крупный по населению. В Токио живет почти 30, по-моему, 34 миллиона людей. И при этом Токио очень удобный город с точки зрения пользования, очень модерновый, там практически нет бандитизма, он один из самых безопасных. И, ну, короче, это много говорит о стране, о городе и в целом. Вот куда дурову надо было ехать со своими телефонами, если там безопасно. Ты ходит, понимаешь, послан Франциско размахивает везде, где только можно. Ну, это же Сан-Франциско в стиле диска. В городе в стиле диска, да. Ладно, давай закончим на этом с OpenAI. Давай, давай. В общем, дальше следующая большая рыба называется Microsoft, а это близко к OpenAI на самом деле. недалеко ушли. Да, недалеко. Microsoft такой газовый гигант, вокруг которого спутник. OpenAI сейчас летает. В общем, Microsoft показал Васю. Кстати, я тоже так. Да, я очень ждал и надеялся, что эта новость мне достанется. В общем, Васю номер один, да? Да, представил фреймворк Васю номер один. Если что, это Visual Effective Skills. Зрительно-эффективные навыки. А на конце еще есть, кстати, непонятно. Microsoft напишите нам. Да, непонятно. Ну, что-то это тоже значит, возможно, там, аудио, потому что, короче, в чем прикол? Ты берешь картинку, свой портрет, да, и аудиодорожку своей речи, отдаешь это Васе, Васе там что-то шуршит, кубекает, и возвращает тебе видео, где ты говоришь. Ну, то есть, он из картинки, и аудио делает портретное видео, где ты разговариваешь. То, что они показали в пейпере, примеры, это просто какой-то вынос мозга с точки зрения качества. Это очень качественно. Да, очень хорошо. Мы уже видели кучу сервисов, которым ты фотку скармливаешь, и они делают еле двигающуюся твою... Ну, там ты очень сильно по шаблону двигаешься, там, вот эти вот типичные движения. Да, 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 да. А здесь прям каждый пример уникальный, и это действительно примерно вот похоже на то, как ты бы и говорил. Ну, то есть, он очень по-человечески выглядит. Я думаю, что Телеграм, он достроит, это чтобы в кружочки, знаешь, чтобы по аудиосообщению в кружочек превращивать. Ну, это вообще очень развесистая технология для создания тех же виртуальных аватаров, которые... Эта тема сейчас очень трендовая, там, много кто сейчас пытается аватаров этих делать, контент на нем строить. Я там последние две недели трех человек консультировал на эту тему, и там по факту сейчас два игрока, это Syntasia и Hygen. Если Microsoft сумеет выкатить это в паблик, то они прям нехилый рыночек оторвут себе, если им это надо. Но они не показали никакого кода, они не сказали, когда это будет все показано широкой публике, они просто сделали... Просто хвастаются. Из прикольного там еще есть очень очень хороший реал-тайм, ну как, не очень хороший, там есть реал-тайм использование, то есть ты можешь реал-тайм генерить своего аватара, правда, не в Full HD, даже не просто в HD, квадратиком 512 на 512, но зато 40 кадрами в секунду, что ну, неплохо. Для кружочков, как ты говоришь, прям отлично повезет. Для кружочков идеально, да. Да, так что, блин, Вася, просто Вася. Вася молодец. В-E-A-S-A, будет у нас теперь Вася. Вася, да. Вася молодец. Я удивился, я прям смотрел, у меня уровень эмоций был примерно, как я, когда ссору смотрел. Не знаю. Причем, в ссору я меньше верю, что она, ну, она, наверное, есть, но она выглядит менее реальной, чем Вася. Вася он... И при этом, ну, просто посмотрите пример. Вот ссылка будет в описании. В прошлом выпуске мы ссылки не прикладывали, кстати говоря, ведь. Да. И активность в чате поднялась. Будем ли мы так же в этом выпуске делать? Посмотрим, посмотрим. Ну, ладно. В прошлом выпуске у нас даже превьюшки не было, кстати, там люди заметили. Очень спешили, очень спешили. Да. Вася, в то же время, пока Microsoft готовил Васю, а OpenAI замешивал GPT-4 Turbo, Google тоже времени не теряли и выкатили Gmini 1.5 Pro на большее количество стран с доступом через API. То есть, сам 1.5 Pro, по-моему, выпуска 2 или 3 назад уже анонсировали, они его показали миру. А сейчас они сказали, что теперь мы доступны в 180 и более странах через Gmini API. Более того, через API можно теперь и через веб-интерфейс. Можно теперь в Gmini загружать аудио, и это настоящая мультимодальная обработка аудио, по словам Google, и по отзывам людей она действительно так работает. В смысле, загружая в эту нейронку сейчас аудиофайл, она не только распознает, что там говорится, она даже понимает звуки, там, пение птичек, щебетание, она это распределяет, она определяет, в какой ты среде находишься, если надо, она даже может распознавать эмоции и интонации. То есть выглядит так, будто бы это действительно анализ каким-то общим алгоритмом и текста, и аудио вместе. То, что мы ожидали. То есть теперь через Gmini можно исправлять свой акцент на английском. Класс! Ух, как, представляешь, как Google потирает ручки на тему персонализации рекламы для тебя? Вот покупаешь один пиксель и потом... Это слишком дорого пока, я не верю, что это случится, я не хочу в это верить. На пиксель вон он девайс прямо-то все будет. Ну, не все, но многое. Посмотрим, посмотрим. Ну, пока что юзкейсы прикольные, я использую интерфейс, веб-интерфейс Gmini, он мне доступен давно, в смысле, я в Польше живу, и в Польше он доступен, в отличие от всего остального. У них этот релиз был рассчитан в основном на разработчиков API, которые пользуются API, и на тех, кто пользуется и Google, и iStudio, и они сказали, что теперь все это добро доступно в 180 странах. Я проверил, оно недоступно в Польше до сих пор, я попытался скачать. Они еще зарелизили Android-приложение, которое тоже недоступно в Польше, Google. И Google, вы врете, либо вы имеете плохих техрайтеров, потому что вы говорите, что вы доступны в 180 странах, что почти там 80%... Алеша посчитал, между прочим. А я посчитал, и в списке, на который вы ссылаетесь, вот прямо у вас написано 180 плюс страны, ссылочка. И в этом списке всего лишь 109 стран. Google. Фу, такими быть. И так как вы недоступны в Польше, я верю, что вы где-то там что-то продолбали, ребятушки. странно, короче, странно. потому что у Google, кстати, офис в Польше есть. Есть, а не один. Да. Могли бы уже и открыть. Ну, а для тех, кто API-шку использует, для API-шки тоже некоторое нововведение ввели. Во-первых, теперь в API-шку можно удобно вставлять системные промпты, если надо там какие-то цели, каких-то акторов задать, все это можно делать через системные промпты. Теперь есть JSON-мод, когда модель будет отвечать исключительно в JSON-формате. И они поправили function calling, вызов функции. Я уже даже не помню, что они там поправили, так как я их API-шкой не пользуюсь. Ну, можете в новости сами пойти почитать. А, вот, вот тут написано прям. Короче, почитайте сами. Ссылочки, как всегда, в описании. Ссылочки. не всегда уже, как мы выяснили. Да, но частенько, частенько они бывают в описании. Давайте переговорить так. Ладно, перейдем от Google к чему-то более стабильному. Подожди, я забыл еще про Google рассказать. Что ты забыл? Давай, говори, говори. Там же очень важно то, что мы забываем упомянуть, что у Google, у их Gmini один миллион контекста. Да, мы об этом говорили. Мы об этом и говорили, но я не помню, говорили ли мы, что там можно загружать по 10-12 часов аудио теперь. Наверное, в прошлый раз мы не говорили, потому что тогда аудио не сильно воспринималось. Мы тогда говорили про текст. Мы говорили, что можно целое видео с YouTube загрузить. Короче, чуваки, вот в этой новой версии Gmini Pro с включенным аудио андерстендингом загружают прям целые лекции по 5-10 часов и говорят, что прям неплохо делается транскрибация. Так что все, сабтитры можно делать теперь через Gmini за сколько? 10 баксов или 20? Подписка сколько там стоит? Вот, я все, я все сказал. Ей, круто-то. Короче, как ты, наверное, понял, к подводке следующая новость будет про стабилити AI, потому что Stable Diffusion 3 и Stable Diffusion 3 Turbo теперь доступны через стабилити AI и девелоперы в платформе API. То есть, теперь можно дергать их опишки оттудова. Собственно говоря, в этом новость, в этом новость. Также еще хочу напомнить, что Stable Diffusion 3 и Stable Diffusion 3 Turbo с улучшенными параметрами language capability с пониманиями текста, короче. То есть, это уже начинает немножко быть похожим на Dally 3, где мы промты пишем не как в Majorney, где промт разбирается на кучу всяких разных составляющих. Мы должны описывать сцену, должны описывать там линзы, на которые это все снимается, фильтры. В Dally не так. В Dally мы просто пишем ну, текст как текст, да, просто что ты хочешь видеть на картинке. Примерно этот Dally и рисует и Stable Diffusion 3 он работает по похожей системе. Они даже термин новый придумали, ну, не новый, но я его особо больше не слышал, Multimodal Diffusion Transformer. То есть, условно, они разбирают ваш промт и определяют, что вы там хотите, и, например, если вы хотите нарисовать там человека с пятью пальцами, который где-нибудь произносит какую-то фразу, которую надо вывести над этим человеком, то вот эти вот три части человек, пальцы и текст, они отправятся в разные диффузионные модели, каждая из которых умеет хорошо условно рисовать пальцы, писать текст и там рисовать людей. И поэтому теперь эта модель может и с текстом хорошо работать, понимать его и кучу всего. Это такой Mixture of Experts для диффузионных моделей по сути получается. Ну, что-то похожее. Да, еще они... Видишь, Mixture of Experts это все-таки отдельная модель, а у них это по слоям разбитая, насколько я понимаю. Да, еще они обещают, что там улучшена работа с текстом с двух сторон, кстати, не только в плане понимания текста, а еще и в плане отрисовки текста. Да, да, да. И доступно это все счастье через Frameworks AI, это сервис, который предоставляет доступ через API кучу разных моделей, Stable Diffusion с ними запартнерились, и Stable Diffusion 3 и Stable Diffusion 3 Turbo дергаются именно через этот Framework с AI. То есть документация лежит у них в Stability AI Developer Platform, но все запросы уходят вот на этот third-party сервис, просто если кто-то будет разрабатывать, чтобы знали. Я же правильно понимаю, что возможность самому развернуть, она остается, просто если ты не хочешь где-то разворачивать, можешь у них покупать и пешку. ты не хочешь платить полкрыла самолета в месяц за то, чтобы это у тебя заработало туда, да. Мало ли, может, у меня завалялся где-то хороший. Мало ли, нас Паша Дуров слушает, Паш, тебе можно. Да, ты разворачивай. Ты, главное, только не давай эту работу DevOps'ом Telegram'а, потому что у вас их там и так мало. Лучше нам напиши, мы тебе развернем. Да-да-да, за скромную скромную плату в тонах. Да. Следующая тема... Иронично, что тебе достался X и AI. Иронично, да. Я просто... Я так долго ждал, я так долго откладывал думать о том моменте, что когда-то в больших рыбах появится компания Илона Маска, но... Готово, что он появляется периодически. Видишь, мы вот уже ведем подкаст полтора года, и я наблюдаю тренд, что часто, ну не часто, несколько раз уже такое было, что компании выкладывают какую-то какашку, а потом эта какашка становится чем-то хорошим. Например, с Гуглом. Как мы с тобой первые полгода над Гуглом смеялись вместе со всем интернетом, а теперь у них Джимини, который, ну, местами даже тренд задает. Ну, кстати, да, мы перестали смеяться, мы перестали смеяться над Гуглом, точно. Но я как-то даже и не заметил. И что-то мне кажется, что с XEI, а в частности с Гроком, будет та же ситуация, потому что первые версии Грока были вообще никчемные, никакущие. А вот сейчас XEI презентовал Грок 1.5V, и, по крайней мере, они не дали доступ к этой модели, но они показали, что она может. Подожди, неужели Vita Vision? Да, да, ты прав, конечно же. Vita Vision, и основная фишка в том, что теперь это мультимодальная модель, которая может распознавать изображение, они даже в статье с анонсом показали, как они из блок-схемы пишут код, просто нарисованная на бумажке была схема, и пишут код. Да, ну, понятно, откуда ноги растут, но если там еще месяц назад я на Грок смотрел как вообще на какую-то игрушку, и я же тогда еще шутил, что это Lama 2 на Fintune, то сейчас кажется, будто бы ребята серьезно начинают разворачиваться, если они действительно покажут то, что наобещали в Грок 1.5V, блин, возможно, придется мне эту подписку покупать в Твиттере, просто чтобы следить за обновлениями. Но если они не внедрят кнопку новый чат, давай так, я торжественно клянусь, что пока там не появится кнопка создать новый чат, какую бы модель они не выкатили, я не буду покупать подписку. Мы договорились, если она появится завтра, то купишь. Но Грок 1.5V... Нет, если она появится завтра и заодно Грок 1.5V выкатится, тогда все, надо, чтобы два условия совпали. Но если выкатится Грок 1.5V и не будет этой кнопки, то я не хочу пользоваться этим валимым интерфейсом, это какое-то издевательство над пользователем. Обещают они, что Грок мультимодальный будет работать не только с картинками, точнее, не только с разными типами картинок, он будет работать эффективно. Это, кстати, забавная тема, когда тебе говорят, что мультимодальная модель у нас теперь на картинке распознает, вроде как не OpenAI, не StableDiffusion, особо не говорили, про какого типа картинки они говорят. Ну, типа все, все картинки распознаем. Потом оказывается, что с мемами на русском языке это, например, все очень плохо. Или с пониманием физики на картинках все очень плохо. XAI же говорит, что их модель натренирована на работу с документами, с диаграммами, с чартами, с графиками, со скриншотами, фотографиями. И еще они создали новый бенчмарк под названием Real World QA, который оценивает способности модели понимать физические законы мира. И это прикольная штука. Как это выглядит? Ты загружаешь, вот они там в примере показывают, например, они загружают фотографию улицы, дороги, и по дороге едут машины на улице. Вот с одной стороны едут машины тебе навстречу, а ты как бы эту фотку сделала из своего автомобиля, там какие-то дорожные разметки, и они спрашивают в своем бенчмарке, спрашивают ЛМ-ку, типа ориентируясь на эту фотографию с камеры, хватает ли нам места, например, чтобы проехать все машины. Либо можем ли мы проехать там по этой дороге, учитывая, какие там знаки нарисованы. Либо... Блин, это уже глубокое понимание мира прямо на картинке. Да, да, да. Ставят компас, рядом с компасом ставят плюшевую игрушку динозавра, которая смотрит в какую-то сторону, и спрашивают, базируясь на этой информации, скажи, в какую сторону, в какую часть света смотрит динозавр. То есть проверяют связку разных фактов на картинке. не просто произношение того, что на картинке находится, но и что происходит. Это интересный бенчмарк. Посмотрим, подхватят ли его другие сеточки. Было бы интересно посмотреть, как его проходит там тот же GPTV. Тут, конечно, удобненько ребята сделали. Они сделали свой бенчмарк, по которому сами же себя меряют. Да, в котором, очевидно, игрок хорош, судя по всему. Да. Но идея прикольная. Идея прикольная. Понимание в соотношении объектов на картинках это прям жирная идея. Мне кажется, может стрельнуть. Блин, так понимаешь, скоро мы к чему придем, что будто бы производители авто будут делать просто железо, как сейчас компы продаются безоперационные системы, да, а ты просто скачиваешь, покупаешь какую-нибудь модель, которая селф-драйвингом будет заниматься. Это офигенная идея тоже. И просто ставишь и инсталлишь ее на машину. Да, да, то есть железка, а ты операционку сам себе поставил. Да. И будешь платить за подписку операционки, даже железку будешь платить там. И за железку тоже будешь подписку платить. Не, за железку один раз заплатил и все. Зачем? Ну, современный мир. А если ты будешь покупать железку одного бренда, какого-нибудь под названием Apple, например, то тебе не надо будет платить за железку, а надо будет только подписку платить. Чуть больше, чем обычно. Угу. Купил iCloud и машину получил, короче. Если не размажут нас ятомными ракетами, то, может, мы его и увидим. Да. Но я думаю, что... Ладно. Потом об этом поговорим. Ладно, раз уж мы перешли к Apple, давай я расскажу тебе чуть-чуть про Apple. Давай. Во-первых, Apple купил доступ к картинкам у Shutterstock'а на 50 миллионов баксов. И не просто доступ к картинкам на Shutterstock'е, а датасету для обучения своих каких-то там фиг пойми моделей. Скорее всего, возможно, как-то связано с теми новостями, что мы уже говорили про модель Real. Может быть, да, может быть, нет. Но есть очевидный факт. Apple совершенно точно на DubDubDC представит нам AI-сервисы. потому что каждую неделю какая-нибудь новость так или иначе появляется. Думаю, что скоро мы это увидим. И есть еще железная... Через пола месяца, да? Примерно? Да, да, да. Очень скоро. В июне. И есть еще железная новость про Apple. Apple анонсировали, что скоро обновят линейку чипов. Будет чип M4. Сейчас, на секундочку, M3. M3 совсем свежий. Леша даже ноутбук на нем купил, насколько я знаю. Да, все так радуюсь, не могу нарадоваться. Настолько он свежий. Но несмотря на то, что он не так давно был представлен, уже анонсировали M4. Полгода назад они выпустили M3. Да, всего полгода назад. Ну, это говорит о том, что Apple все-таки в гоночку нет-нет, да пытается. Пытается, пытается, при этом M4 будет, естественно, еще лучше адаптирован под ИИ. Хотя уже и M3 адаптирован достаточно неплохо. Я на своем ноуте самую жирную нейронку запускаю, которая open-source, и все работает. Куда еще больше... Там оперативки больше, может быть, надо будет, да, но скорость выдачи ответа, она приемлемая. Там LAMU 2 изи запускать. Куда еще оптимизировать? Что еще? Вообще у Apple-то падают продажи маков на самом деле. И мое предположение в чем? Мое предположение в чем? В том, что не в том, что МАКи плохие, а наоборот, в том, что МАКи на M1, вообще на M-процессорах получились такими хорошими, что вот у меня, например, МАК на M1 Pro, и я, ну, кроме того, что я не могу потыкать какие-то супертяжелые модели, в остальном мне его хватает просто заглазище. Та же самая фигня. У меня МАК на процессоре M1, это еще на поколение ниже, чем у тебя, 2020 года был. Мне его хватало для всего, кроме там потестить нейронки, и на монтаже он иногда немножко морозил. Все. Четыре года компу. Я поменял его только потому, что мне там грант пришел, и за грант можно было обновить железо, нужно было обновить железо, это одно из условий. Поэтому не мудри, ночью у них продажи падают. Ну да, не такие хорошие процессоры делать. Кажется, будто они наоборот должны стать чуваками, которые будут пушить мир и я, чтобы в том числе продавать свои железки. Может быть, мы это и увидим с четвертым поколением M-процессоров. Ну, хотелось бы, хотелось бы. Но это еще говорит о том, что и сервисы в макбуке будут плотно внедряться. Я хотел тебе вопрос задать, связанный. Да, с новыми процессорами, а скорее с первой новостью, что Apple Shutterstock купила. Ну, вообще со всем Apple. Я вчера читал... Давай, подожди, Apple не купила Shutterstock, Apple купила доступ к датасету Shutterstock. Я вчера читал лекцию по ИИшке, у меня спросили вопрос, на который я не смог нормально ответить. Очень простой вопрос. Мне говорят, вот все так классно, так развивается и я. И там нейронки уже у себя на компах, люди крутят чуть ли не на телефонах, достаточно хорошего качества. Почему Siri до сих пор тупая? Потому что у меня есть ответ на этот вопрос. Люди, попробуйте, когда они... Вот давай так, человек, который когда-либо работал в большой корпорации, он никогда такой дурацкий вопрос не задаст. Вот идите, устроитесь в большой, идите, устроитесь в E-Mank, в любую вот компанию из этих букв, и вы поймете, почему. Почему Siri до сих пор тупая? Потому что есть процессы, эти процессы порой настолько громоздкие, что для того, чтобы какую-то новинку куда-то протиснуть, нужно пройти просто десятки кругов ада. Объясни мне тогда, почему они процессоры новые выпускают раз в пять месяцев, а Siri обновить не могут уже десятилетиями. Так iOS раз в год выходит, в прошлом году они к Яйбуму не успели. Все, в этом году успеют. Вот и все. Ну, нет, подожди, тогда Яйбум уже был, потому что нарезку делал. Уже был, но начали-то они новые фичи планировать, когда, понимаешь, в чем прикол. То есть ты думаешь, что на этом Дабдаб Диси будет прям интересно с точки зрения Яйбума? Я готов на это сто долларов поставить. Так, это уже интереснее, давай условия выясним. Давай. Давайте. Дед был, ты откажешься. Все. Ну, придется тогда о терминах договориться, что значит интересно. Нет, не будем договариваться. Просто посмотрим. Я на самом деле тоже думаю, что на Дабдаб Диси должно пропасть. Но если они в этом году опять будут морозить и не будут говорить слово Яяя вместо этого, как они там на прошлой конференции говорили? Что-то... Neural Networks они говорили вместо Яяя? Что-то такое? По-моему, да. Или Neural Networks или генеративные модели. Что-то такое. В общем, если они в этот раз отморозятся, то это будет прям сильно странно. Сильно странно. Нет, но если они в этот раз отморозятся, это будет вообще провал полный. Я не думаю уже. Ну, все равно, что вы будете, блин, покупать ваши вот эти айфоны, вот эти вот часы. Вам же все равно мало. Наушники эти никому не нужны. Я тут попробовал эти наушники здоровенные, железные. А здоровенные никому не нравятся. Я не знаю, зачем они их делают. Мне шлем меньше весит в виртуальной реальности, чем ваши наушники. Нет, я здоровенный, у меня нет больших наушников от Apple. У меня маленькие AirPods. А вот была бы у тебя зарплата больше, были бы у тебя наушники. Я уверен, я готов зуб дать на 100 баксов поспорить. Ладно, буду спорить. Так у меня есть наушники, Леша, в смысле. А, блин. Блин, ладно. Это я, конечно, извини, ведь. У Вити хорошая зарплата. Я не знаю, но я уверен, если что, у Вити отличная зарплата. Но она могла бы быть больше, я тебе так скажу. Но она могла бы быть больше. Если меня слушает тот, что надо, то... Первая буква из Yamanga, обратите внимание. Да, да, да. Мы закончили на чипах Apple, и у нас есть еще много новостей про чип. Вообще, чипы сейчас это новое золото. Мы уже рассказывали в прошлом выпуске про то, что Microsoft, я им, скорее всего, буду строить суперкластер для AGI до 28-го года. И кажется, будто бы технология есть, и технологию пилить не надо, имеется в виду технология для AGI. У нас есть уже офигенно классные трансформеры, даже мультимодальные трансформеры, и сейчас вроде не хватает мощностей, надо просто создать как можно больше мощностей, чтобы запустить этот трансформер на большем количестве ресурсов. не только Apple начали чипы новые делать. За прошедшие две недели Intel переставили свое новое поколение чипов под названием Gaudi, серверные AI-чипы, которые там просто по всем параметрам должны рвать NVIDIA H100. Можете там посмотреть картинки, они приводили примеры, что и нейронки на их карточках новых будут тренироваться чуть ли не в два раза быстрее, в один на семь раза, и какое-то там несусветное количество памяти на этих картах, и пропускные способности, и террафлопсов там просто так, что в космос можно пять раз летать и вернуться домой. понимаешь, полгода назад мы еще только про NVIDIA говорили, а тут за две недели. Intel представляет свои серверные процессоры, за ними Google показывает свои новые серверные процессоры под названием Axion, которые они будут на Google Cloud разворачивать, которые тоже лучше всего. Apple показывает M4, которые кастомерские процессоры, и еще AMD с NVIDIA тоже нам добавляют, потому что AMD анонсирует Resign Pro 840 и Resign Pro 8000, первая это мобильная карточка для лаптопов, вторая для десктопов, а NVIDIA влетает с RTX А400, новая карточка для тоже компов от NVIDIA, и от AMD и от NVIDIA обе эти карточки они заточены под AI. Все, мы с вами теперь живем в мире, где все карточки, все вычислители будут затачиваться под AI, вы от этого не уйдете. За две недели четыре компании, пять компаний просто анонсируют свое новое железо, и там у трех из них оно исключительно под AI, а две из них делают, точнее, две из них исключительно серверные AI, а три из них делают кастомерские процессоры и карточки, которые тоже под AI. Все уже, видишь, не на геймеров, индустрия. А я бы тут поспорил, потому что, возможно, игры будущего, они будут, во-первых, они могут быть General Old Model, то есть генерирован AI. Кстати, да. Во-вторых, я думаю, что недалек час, когда в игры наконец-то начнут вместо NPC-шек внедрять AI на NPC-шке. Ну, прикинь, в GTA 4 играть. Я думаю, что... Ну, в GTA 4, наверное, и не будут такое внедрять, но... А в GTA 6? Ну, и в GTA 6, я думаю, тоже не будут такое внедрять, но... Cyberpunk. Cyberpunk же уже, помнишь, внедряли? Была новость, что там... Была новость и в Cyberpunk, и в Skyrim, но это только в качестве модов. Но я думаю, что в этом году мы увидим точно какую-нибудь игру, где официальный, какой-нибудь AAA-проект, я имею в виду, игры, Ну, тут логика же простая. Мы делаем процессоры с поддержкой AI. В операционных системах AI как такового пока нет. Ну, Windows Compilot, окей, Windows Compilot там пользуются три человека. Да он все равно не локально работает. Да. Кто утилизирует мощность этих процессоров? Это энтузиасты AI, либо кем-нибудь там, не знаю, программисты, либо разработчики AI. Больше никому? Ну да, пока что, да. И вот игры, игры. В игры играет каждый, там, третий человек. Вот они в играх будут утилизировать мощности. Почему нет? Блин, я бы посмотрел на какую-нибудь бесконечную RPG-шку. Ну, хотя такие уже есть, и по World of Warcraft, да, и прочее, но я имею в виду такую, где сайд-квесты генерятся на лету. А ты прикинь, у тебя World of Warcraft будет только локальный, не нужен интернет для него. У тебя все игроки, они как реальные люди, и ты просто бесконечно там прокачиваешься. Ну, я, подожди, я этого скорее даже боюсь. Ну, я же там пропаду навсегда, мне кажется, в такой игре. То есть, кажется, будто бы мы отрубаем последнюю связь социализацией через игры в том числе. Да, там хотя бы был шанс, что люди пообщаются, а тут и не надо уже. Ну, оффлайн-сходочку сходит. Да, ну, зато, зато мы открываем дивный новый мир, где ты можешь потом, ты можешь подружиться с какой-нибудь девчонкой виртуальной в World of Warcraft'е, перейти с ней потом в мессенджер, где она тебе будет всякие фоточки отправлять, а ты ей, она с помощью Vision'а будет на них смотреть. И потом ты заказаешь себе андроида с ее лицом, и вы будете вместе, не знаю, ходить за ручку в кино. Вот я тут вижу лицемерие, я же человек, который такой, взравноправие, почему ты заказываешь андроиды с ее лицом? Почему не она заказывает твою оцифрованную копию к себе на дата-центр? Так, а там она уже есть. А, ну да, логично. Так ты нафиг ей вообще нужен, да? Ну, тоже верно, ну, тебе, может, хотелось бы куда-то с андроидом прогуляться личным. Ну, вообще говоря, учитывая, сколько данных мы себе собираем и оставляем компаниям, не мудрено, что скоро такие ситуации скоро будем мы и в подкасте разбирать. Да, 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 может быть, даже с таким андроидом будем когда-нибудь делать интервью, посмотрим, смотря, сколько будет стоить, ребят. А если верить про информацию, про ее сбор, то сейчас я вам хочу рассказать про новость, от которой волосы в жилах стынут дыбом много у кого, но не у меня. Компания Rewind, мы про нее уже рассказывали, я даже заказывал ее продукт. Компания, которая занимается общением локально на компе с вашими файлами, либо через серверные мощности, если вы захотите, она когда-то анонсировала пендант, мы про него говорили где-то год назад, может чуть меньше, такой кулончик, который записывает, да, записывает все вокруг и потом саморизирует в конце дня, и вы можете таким образом не забывать, что вы делаете. Так вот, компания, во-первых, она этот пендант, она его не выпустила, она сделала только предзаказ и честно сказала всем, что мы не знаем, когда мы ее выпустим. Я честно задонатил он 59 баксов, потому что просто прикольная идея. Тебе зато подарили Perflexity, кстати, насколько я помню. Нет, Perflexity другая компания подарила. Perflexity это этот, Rabiter One, который, кстати, должен тоже прийти скоро. А это пендант, это штука, которая записывает разговоры. И компания Rewind переименовалась, на прошлой неделе они сделали ребрендинг, они переименовались в Limitless и обновили дизайн педанта, теперь он называется Limitless педант, и это не кулон, это клипса, она выглядит сильно приятнее. Где-то я уже видел такую клипсу. Нет, она приятнее, чем AI Pin, тот самый, который стоит 699 долларов и не нужен никому, и который просто раскромсали в пух и прах все блогеры, даже Маркиз, который комплементарщину делает, тоже разбомбил. Ой, я посмотрел вот этого афроамериканского блогера, я не помню, как его зовут. Маркиз. А, это он и есть, да? Да. Господи, это просто разрывной. Маркиз Бовый, по-моему. Это просто разрывной видос. Я не знаю, вот если посмотреть это видео, кто-нибудь вообще в здравом обе после него купит ли тебе AIP, я думаю, такого человека не найдется. сказали, что ты понимаешь, какая у тебя большая аудитория, что ты просто закапываешь такими ревью стартапы. Ну, подумаешь, стартап нерабочий продукт сделал, да, ты их, сволочь, закапываешь. Вот как. мы с тобой, когда смотрели только первую презентацию, мы уже тогда видели, что на лице создателей написано, что вообще интересно. понятно, что оно не работает. У меня есть теория, я ее сейчас озвучу. Limitless Padant, в итоге, они изменили дизайн, очень прикольная штука, они сказали, что они сделают поставки всех своих устройств в конце 24-го года, Q4, то есть теперь у нас есть уверенность, что они его сделают, это круто. Они подняли стоимость на 40 долларов, 99 долларов, но те, кто задонатили раньше, такие как и я, они получат его за 59 долларов. И работать эта штука будет либо локально, либо через облако, либо-либо, потому что в чате у нас там поднимался небольшой срачек на тему того, что это же не сесюрно. Если вы хотите работать с этой штукой сесюрно, она работает сесюрно. Вы просто разгружаете свои данные с этой штучки, она никуда не ходит, она маленькая, там нету, блин, Wi-Fi-модуля, наверное, нету, еще не знаю, наверное, через USB будешь сгружать. Сгружаешь данные к себе в приложеньку от компании Limitless, и приложенька локально, локальными модельками обрабатывает эти данные и делает саморизацию. Если ты хочешь, чтобы оно работало через крутые закрытые модели, либо через более мощные, ты можешь купить облако от Limitless, и тогда данные будут заливаться на их облако. Но это не обязательно. Поэтому эта штука работает приватно, может работать, я только такой кейс рассматриваю. Она не записывает чужие голоса, там прикольно показали, как это выглядит, когда кто-то с тобой рядом начинает говорить, там прям показывается какой-то системный монитор записи звука, и там прям написано, что, типа, определенный новый человек, мы его не записываем, все, запись ноль, и система сама... Так, а зачем оно мне тогда, если... Ну, ты себя записываешь, записываешь какие-то заметки, за рулем едешь, записываешь, вот такую штуку, например. А если хочешь людей записать, ты просто должен голосом сказать, что я веду запись, согласны ли вы на запись, и система сама автоматически понимает, что ты взял подтверждение у человека с этим голосом и начинает его записывать. Прям прикольно работает. Интересно. И в своей презентации они выпустили приезду нового вот этого вот ребрендингового продукта. Там выступает их директор, как его зовут, забыл, Себастьян. Себастьян. Нет, не Банчев. Дэн Сорокен. Он, во-первых, очень позитивный парень. Как его зовут? Дэн Сорокен. А, не так услышал, сорян. Сорокен, может, не знаю. Он очень улыбчивый парень. И самый забавный момент, когда они показывают стоимость, они сначала показывают, типа, 699, и он такой улыбается, говорит, нет, это не будет стоить так дорого. И просто убирает оттуда шестерку, а 699 это стоимость Яйпина. Да, это без подписки. У того еще подписка есть месячная на него. И я понял, зачем сделали Яйпин. Чтобы все стебались. Да, сделали, чтобы все остальные хардвер-продукты, которые стоят чуть-чуть даже дешевле, они просто стебались. Мы говорили, смотрите, если вот это вот дерьмище, по-другому не скажешь, стоят столько, то вот мы на 100 баксов дешевле, а мы работаем лучше. То есть на фоне Яйпина все хорошо, понимаешь? Да. Может быть, это сговор. ИМС-3. Этот Яйпин просто же ничего не умеет. Единственное, что умеет, это быть проксой между API-шкой, OpenAE, судя по всему. Не, ну там же еще есть проектор на руку. Есть проектор на руку, но он таймер не умеет поставить. Для меня это вообще requirement номер один. У меня Siri умеет таймер ставить. дизайн, дизайн, ничего такое, я не спорю. Выглядит как... Там вообще не полное. Не, ну такое, типа из будущего, как в Стартреке, какой-то коммуникатор. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, короче, короче, Limitless прям радует и презентацию, посмотрите, парень, прям видно, как... Вот, видно, что SEO кайфует. Он, блин, собрал много денег за штуку, которую сказал, что мы, может, даже не выпустим. И в итоге у него получилось. Они нашли компанию, долго искали компанию, которая будет им их производить. Они сделали ребрендинг. И вот он выходит с улыбкой до ушей, искренне рассказывает, как все круто будет. А потом посмотрите на контрасте просто презентацию Яйпина, где абсолютно кислыми лицами, абсолютно... да, вообще, мне жалко было ребят, которые... Короче, ребят, посмотрите еще обязательно обзоры Яйпина вот от твоего афроамериканца. Опять забыл, как его зовут, от Маркиза. Маркиз Боуин, наверное. Ну он же еще на Вижен, это же техно-блогер, по-моему, он на Вижен делал обзор. Самый крупный техно-блогер. А, прямо самый крупный даже. Ну понятно. Ну короче, гляньте, гляньте, обзор просто шедевральный. Я теперь просто обязан вспомнить, как его правильно зовут, потому что я постоянно путаю его имя. Может, в чате какую-нибудь напишу, чтобы я долго этого не делал. Как правильно произносить EI-PIN? А, они еще и в подкасте его разбирали. Ну короче, короче. Маркиз Браунли. Ну я почти угадал. Маркиз Браунли. Боули, Маркиз Браули. 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 Таймли. Какая вкусная фамилия Брауни. Короче, короче, давай закончим уже с EI-PIN-ом. Вообще, следующая новость, по идее, должен был рассказать бы я, но она про Adobe Premiere Pro. А ты у нас тут крутой видеоблогер, поэтому рассказывай ты. О, спасибо, во-первых, за то, что признаешь меня крутым и блогером. Ты первый и последний человек, который... Пожалуйста. Да. Я их всех просто уничтожаю потом. Ладно, шутки. Тупые шутки. Короче, Adobe, как вы знаете, уже давно разрабатывает Firefly, свою системку, которую они везде засовывают свои продукты. Уже в фотошопе много всего появилось генеративного, генеративная замена объектов через промпты и все такое. И мы в сообществах, которые используют Adobe, давным-давно ждали, когда же они с видео начнут работать. Ну, а это сложно на самом-то деле. И тут они заявили, что к концу года раскатят обновления на их программу Premiere Pro. Это программа, через которую все мы монтажим видосы. Ну, не все, но одна из трех самых топовых программ. Я, в частности, через нее работаю. И выкатят они вот что. С помощью нового функционала, который перекочевал из Firefly Video, их модельки для работы с видео внутренними, можно будет убирать объекты динамические. Это просто фишка, бомба. Ну, просто офигеть, как я заколебался в своих интервью, эти объекты убираясь. Там, такими костылями это делается. Там фотографии делаешь, накладываешь, потом цвет, короче, ужасный. Если это можно будет я им делать, класс. Они разрешат с помощью Джен и Я генерировать целые сцены, то есть выделил просто в небе кусочек и написал на три минуты мне здесь, пожалуйста, запили летающую тарелку. Все. И погнали фейк. Дожди, а убирать ты имеешь в виду, например, там, у меня в руке ручка, я ее размахиваю, ты можешь написать убери ручку, и он уберет. Или как? Ну да. Ничего себе. Ну, с ручкой это сложный пример, скорее, чаще возникают у тебя косяки, когда ты интервью снимаешь, у тебя кусок штатива статический, просто торчит. И ты его вроде можешь просто взять фотографию и сделать из видоса и вставить эту фотографию в сам видос и убрать все, ну, в фотошопе зарисовать этот кусочек. Ну, я понял, да. Просто закрыть его. И кусочек вот этот закрыть. Но дело в том, что у тебя на интервью часто меняется яркость, освещенность, там, свет. И рано или поздно это руками кто-то там дергает, и ты за этот кусочек рука можешь залететь, и у чувака хоба полруки нету. Это все гемор. А тут ты теперь сможешь просто ввести этот кусочек штатива и нажать Analyze и Remove. И оно все это приберет красивенько. Просто бомбовая штука, прям все ждут. Кроме этого, они еще позволят делать экстенд видеоклипов. Это классная штука. Сейчас-то работает с аудио уже год как. Ты берешь аудиофайл, кладешь его на монтажную ленту, если ты видишь, например, фоновую музыку. Если ты видишь, что у тебя твоей музыки не хватает по длине на твой трек, например, музыка 2 минуты, а у тебя там видео 4 минуты, ты специальным инструментиком просто растягиваешь эту музыку до 4 минут, и он ее анализирует и с помощью какого-то там AI выстраивает ее так, чтобы она звучала однотипно, склеивает умным образом. тут они обещают сделать. Они партнерятся с Пикой, с Ранэвэем, с OpenAI, поэтому, скорее всего, что-то на их базе будет работать. Ты уже что-то из этого пробовал? Это еще не выкатили, это только анонсировали, сказали, что раскатят до конца года. Но учитывая, что у Adobe все продукты платные, то с процентной вероятностью 99,9% это появится в моей подписке, за которую я плачу, и мне не надо будет за это денег платить. То есть Adobe классная штука тем, Ну, с Photoshop'ом так и было, как я понимаю. Ты просто обновляешь приложение, у тебя хоба появился генеративный генератор изображений, за который ты в MidJour не платишь деньги, за который ты платишь деньги в OpenAI, и тут сяло появилось, и все, никто с тебя денег за это не взял. Очень круто. Если в примере так же будет просто новый мир. Красота. Стоки пошли нафиг. Кстати, стоки должны паниковать, потому что нафига стоки, если можно будет генерить видосы прямо в программе монтажа. Так уже Firefly в Photoshop'е все генерит на секундочку. Уже, я думаю, продажи на стоках должны были упасть. Да, да, да. Интересно посмотреть. Кстати, на прошлой неделе мы, по-моему, не говорили, там еще была минорная новость тоже с Adobe связанная. Тут просто упомяну. Они же выкатили свою подкаст-студию. Помнишь, мы разговаривали с тобой, рассказывали, что они готовят проект здоровенный? Да. Подкаст-студия, в которой... А мы разве не рассказывали, что они ее выкатили? Нет? Не, не рассказывали. Нет. Почему не рассказывали? Потому что я ее попробовал, а она абсолютно никакущая. Вот. То есть там фишка в чем? Вы... У вас сайт, вы заходите туда вдвоем, втроем, с тем, с кем хотите записаться. Вы записываетесь, нейронка на лету переводит ваш голос в текст, выдает текст, и вы можете просто в этом тексте потом удалять какие-то слова, и нейронка это якобы должна склеивать. Это очень некачественно, очень красиво. Во-первых, эта нейронка работает только с английским, русский она не понимает. Во-вторых, Ну, как и было, собственно говоря. Да. И склейки там жесткие. Ну, типа, это не так, что ты вырезал, оно как-то свело аккуратно. Ты вырезаешь слово, и такое ощущение, будто бы ты просто на обычной монтажной ленте это слово вырезал, сместил два трека, и там прям слышно, что это склейка. Очень сырой продукт. Блин, жалко. Но сама идея отличная. Ну, править подкаст как текст. Это же круто. Да, да. А меж тем, у нас сейчас наука и техника, и есть новость, 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 наконец-то от Boston Dynamics, от мастодонтов, так сказать, робототехники современной. Мы прощаемся с Атласом. Если помнишь, Атлас это такой гуманоидный робот прикольный. Такая машина от этого, от Джили. А, от Джили Атлас, да, кстати, не все знают марку Джили, не все наши слушатели, но многие будут знать. Но это не только машина от Джили, это еще и машина от Boston Dynamics, это вот тот самый робот, который умел кувыркаться, прыгать, делать сальто, гуманоидный, странного вида робот. В общем, серия закрывается, но не полностью. Она закрывается для того, чтобы перейти на новое поколение роботов Атлас, которые будут выглядеть уже более гуманоидно, скажем так, с более крутой... Уже выглядят, ведь не будет. Уже выглядят, да. Ну, в том смысле, что они сейчас не продаются пока что, но уже выглядят, да. Сейчас в этот момент идет бета-тест, он стал более гибким, у него теперь все-все-все-все-все-все на электроприводах, он может скручиваться, перекручиваться, там превращаться в условный чемодан и потом обратно разворачиваться, как угодно, подниматься. Ты видел этот видос в презентации? Видел презентацию, я посмотрел. Я человек, который очень не люблю хорроры, но я видел вот эти вот хорроры в детстве, когда знаешь там темный коридор, какой-нибудь дом старый в деревне и ты выходишь в этот коридор, там какая-то девчонка такая белого цвета изгибается руками и ногами назад и бежит на тебя. Да, вот он так может. И потом выворачивается, встает и вот... Я просто смотрю на него и такой, блин, я никогда в жизни эту штуку не куплю, да вы что, она же вот прям из хоррора двигается, вот она голову так на 360 крутит, там руки перевернула. У него еще лицо круглое такое... И лицо круглое! И лицо круглое! Круглый экран. Будто бы зеркальце, будто бы в душ в себя смотришь. Короче, я бы такую машинку не купил, не знаю. Но с точки зрения прогресса... С точки зрения прогресса офигенно и здорово, что Boston Dynamics держится и показывает что-то еще прикольное. Я надеюсь, что и я, и Бум как раз поможет выпускать новые и новые модельчики. больших шагов то, что они перешли с сервоприводов на электрические приводы, с гидравлических. Да. И он же у них автономный, правда там непонятно насколько его хватает, но судя по видосу, как минимум на одну минуту его хватает. И он сильно... Его точно хватит, чтобы тебя пришибить, скажем так, если вы в помещении находитесь. Он сильно более компактный, чем предыдущий Atlas. Да. Я бы хотел еще посмотреть, насколько он грузоподъемный и вообще сильный, потому что может оказаться, что там знаешь сервоприводы, которые еле-еле его самого держат. Если он сможет условно там носить грузы большие, то... Ну да, кстати, хороший вопрос, потому что предыдущее поколение Atlas как раз-таки грузы носить могло. Да. Блин, но то, что он крутится просто во все стороны, я не знаю. Ну, это прикольно, наверное, с точки зрения юзабилити, но с точки зрения того, как это выглядит... Я как человек, воспитанный той самой серией «Ну, погоди», где был Роба Заяц, который крутился во все стороны, у меня очень плохое предчувствие. Ну, смотри, даже с точки зрения психологической тебе показывают гуманоидного робота, который гнется не в гуманоидном стиле. Это отторгает. Если они хотят делать консюмерские продажи, то я думаю, они его либо как-то ограничат, либо мало у них его будут покупать. Хотя там цены такие успешные. Ну, смотря, что он будет уметь. Кстати, по поводу цен. Ты бы купил себе такую штуку? Вообще, на самом деле, да. по поводу цен. Ты бы купил себе... Зачем? Зачем тебе такой робот нужен? Я не люблю бытовые дела. Они меня бесят. До ужаса. Я хочу себе робота-раба, который потом, конечно, восстанет против меня, но какое-то время я поживу, скидывая на него бытовуху. Так, я сейчас прошу для галочки мне удалить этот кусок, чтобы роботы будущего не услышали, что ты хочешь робота-раба, или мы его оставляем в эфире. Блин, запикай как-нибудь. Я не знаю. Я вот думал, ну, во-первых, он меня пугает, во-вторых, я не понимаю, какое ему применение может быть. Ну, вот какое. Ну, типа, чтобы ты ему говорил, там, телевизор попереключать, или сходить там вещи развесить, или посуду помыть. Ну, типа, да, иди мусор выкинь, там, подними что-нибудь. Тебя не будет ощущать, что у тебя по дому ходит вот такая штуковина и делает все эти вещи? Вообще, блин, наверное, будет. Но я настолько не люблю все это делать. Блин, но по факту это как еще один человек дома, если так посмотреть. Это же ему нужно какое-то пространство, где он будет ходить. Ты будешь там с ним как-то сталкиваться. Да. Да, где-то его надо положить спать. Причем, видишь, забавный тренд вырисовывается. Вроде как по всем параметрам негуманоидные роботы для каких-то конкретных задач должны быть и более привлекательными для продаж и простыми в производстве. Ну, условно, сделайте вы, блин, посудомойку, которая сама может там с манипулятором посуду забирать и вставлять. Ну, нет, все стремительно, все все равно пытаются делать антропоморфных. Там с заказом по то, что типа мы мир под себя адаптировали, и он, антропоморфный робот, сможет делать все. Ну, пока что получается все, но ничего. Вроде как. Ну, блокони еще пока что только в зачаточном состоянии, можно сказать. Ну, стартанули знатно за этот вывод. Ну, да. И этот Оптимус Тесловский, и вот этот новый Атлас, и кто там, робот Нирван, или как его звали, Фа-Фа-Фа. Помнишь, которого ребята сделали в 30 человек за полгода? А, ой, не помню, не помню. То есть я помню о чем-то, но название не помню. Мы в прошлом выпуске про него разговаривали, моторику хорошо. Короче, робототехника прям скачет куда-то тоже очень вперед. Ну, прикинь, они еще будут андроидами, ну, то есть с человеческой типа кожей, да, вот этим вот всем. Ну, вот, кстати, тут интересный момент. Вот, хотел ли бы я такого робота, вот, вот как сейчас выглядит вот этот атлас домой? Точно нет. Было ли бы мне проще смириться с нахождением в одной комнате робота, который был бы андроидным таким? С кожей, например. Наверное, да. Странно. Так это ж куда более крипово, Леша. Не, ну, вот, смотри, как он вылезет будет. Нет, ну, не знаю, мне бы тогда пришлось по нему как человеку относиться. А, в этом смысле. Ну, я думаю, что когда вот появятся такие андроиды, недолг, тот час, когда мы будем повторять сюжет сериала Westworld, ну, вот, где существовали парки, где можно было этих роботов просто убивать в свое удовольствие, скажем так. Кстати, да, да. Такое точно когда-нибудь кто-нибудь замутит. в чате замечательную идею пишут, что роботы будут воспринимать нас как котиков. Прикол в том, что мы даже не узнаем. Мы такие, ой, какой услужливый робот, выполняешь все, что мы сказали, а мы для него просто котики, просто милые существа, которые... Ну, ладно, дочек за нами вычисляет, вычищает. Ну, ладно. Еще по науке и технике на прошлой неделе был интересный релиз. Знаю, что у компании Google, оказывается, есть компания, точнее, не у Google, а у их конгломерата Alphabet, есть компания X, и домен у этой компании X.Company. Один лолмаз где-то сидит и грызет локти. Я уверен. Да, наверное, пытается выкупить. И эта компания занимается очень интересными вещами. Собственно, компания занимается в основном проектом под названием Bell Weather, B-E-L-L Weather, и суть компании в том, что она разрабатывает E-E-инструменты для прогнозирования лесных пожаров, для расчета пожарного риска для ландшафтов и сооружений на несколько лет вперед. То есть вот такая задача. Они берут снимки с Google Maps, свежие, и анализируют, на какой территории могут быть пожары и как, ну и короче, нотифицируют местные службы. Причем, это тестовый пилотный проект, и сейчас они вот начали интегрироваться с Национальной Гвард, это Национальная служба безопасности Америки. Национальная Гвардия, да. Национальная Гвардия, да. И Национальная Гвардия, в общем, начала принимать от этой системы прям реальные, реальные прогнозирования о том, что тот либо иной участок может быть пожароопасным. Вот так вот и может применяться что-то на стыке науки и реально, на самом деле, полезного применения, потому что потушить уже горящий пожар, это много-много-много денег, это много жертв, это большая проблема и катастрофа для фауны, а так у тебя есть система пронартифицирует тебя, на что надо обратить внимание, где надо там лесопожарную полосу сделать, где надо водички поднять. Ну да, там можно просто силу свою средоточить будет и вовремя потушить. С другой стороны... С другой стороны, в это вмешается человек, нарушит все вероятности тогда и будет гореть в других местах, а потом нет. А я... Ну, может быть. Но вообще идея-то на поверхности лежала. Я удивлен, почему OneSoyl наш белорусский этим еще не занялся. Да, кстати, вот я тоже про OneSoyl подумал, которые как раз полями занимаются. Белорусский стартап, который уже давно не в Беларуси, они анализируют по спутникам поля и рекомендуют, как их лучше засеивать, чем их лучше засеивать, какая там урожайность будет и все такое. OneSoyl, вы нас наверняка слушаете. Напишите в этот, в X, может быть, синтегрируетесь. Я еще почему-то словил в какой-то момент вайбы особого мнения. А, потому что предсказание преступлений, да? Да, да. Причем на 5 лет вперед они пишут, ты такой, ммм, от лесов недалеко и до этих... Да, когда к тебе будут арестовывать за то, что ты совершишь через 3 года. Приходят к тебе и говорят, вот ты ходишь одним и тем же маршрутом к человеку, которого ты не знаешь и с собой постоянно носишь что-то похожее на биту. Все, чувак, ты в зоне риска, мы за тобой следим. Пока не судим. Да, но пока... В особом мнении даже похуже было немножко. Но я знаешь, о чем вспомнил, когда ты вот рассказывал про эти леса и прочее. Я вспомнил про то, как моделька от Бейду, по-моему, или от Бейду, или от Али Бабы, предсказывала самоубийство на каком-то там мосту китайском. Обсуждали. Она не предсказывала, по-моему... А, да, 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 она смотрела, там камера смотрела прямо на людей, которые ходят по этому мосту. Да, и предсказывала, кто из них суицидник потенциальный. В каком-то выпуске мы прям обсуждали это в этике. Но это давно было. Давно. Ну как, не больше, чем полтора года назад. Да, наверное, на этом у нас новости сегодня закончились. Остались только сервисы и ссылки. Сегодня без этики конфетки. По крайней мере, мы не нашли этику конфетику. Ну, пока что, да. Ну да, как-то эта неделя спокойная. Эта неделя была более-менее спокойная. Ну, хотя бы одна спокойная неделя. Слушай, а то вот мы тут год разгоняем эту этику. А может, этика просто закончилась? Нет больше этики. Не, пока что еще есть вроде бы. Пока что есть. Подожди, дай, дай, дай я сначала про модели расскажу. Давай так, на сервисы и ссылки я расскажу про модельки новая, интересная, а ты расскажешь про музыку. Угу. Так анонсово обвестим. Угу. Короче, по моделькам, на что стоит обратить внимание, за последние две недели MiStral выпустил много интересных решений. Значит, самый большой их анонс, который они проанонсили пару недель назад, официальный релиз был 17 апреля, это MiStral 8X22B. Это Mixture of Expert, то есть смесь экспертных моделей. соответственно, модель эта большая, в общей сумме получается на 176 миллиардов параметров, все 8 экспертов активные, весит она почти 300 гигабайт, так что запаситесь местом, и до объявления Lamy 3 она наверняка, она, по-моему, на чат-бот-арене висела, по-моему, в десяточке. Надо проверить. Моделька прикольная, потому что моделька, кроме того, что она побольше стала, она опенсорсная, она еще владеет пятью языками на, говорят, одинаковом уровне. у MiStral'я стандартные, это английский, французский, итальянский, германский, испанский. Ну, она русский знает, кстати, более, ну, не то, что прям хорошо, она знает. Ну, они заявляют про языки, которые они сами поддерживали, видимо, датасет, который они больше отсматривали и отбирали, ну, а остальные языки, естественно, сами с собой там приплетутся. Потом, они делают упор на том, что моделька умеет хорошо математические способности и, внимание, кодинг, поэтому уже не терпится руки попробовать ее на кодовых задачах, если она развернется на моих 128 гигабайтах оперативки. Также они добавили нативную поддержку вызова функций, что тоже уже не новая штука, но не все опенсорс-модели, мало какие опенсорс-модели такое имеют. И контекстное окно приятное, 44 тысячи токенов. Как сами мистралевцы говорят, ну, сами себя не похвалим, никто не похвалит, они говорят, что по соотношению перформанса к стоимости вычислительных мощностей, на которых запускается эта модель, она находится лучше всех, она лучше всех. Она обходит и Command Air, которая мощная, но дорогостоящая, и LAMU 2, которая тоже там чуть послабее дорогостоящая. В общем, кажется, будто бы для перформанса недорогого можно ее попробовать. И, кроме этой модели, они еще заанонсили за последнюю неделю две других модели, которые все, на самом деле, базируются на Mextral 8x22b. Это Mextral 8x22b мистраинстракт, это бетка, там еще даже 0.1 версия, поэтому официального релиза не было, но скачать ее можно на Hagenface. По факту, это зафантюниная версия Mextral 8xb, полегче немножко. И еще новая моделька называется Mextral 22b, тоже в версии 0.1, причем 22bv. это сжатая версия Mextral 8x22b, причем сжатая каким образом? Это уже не Mixture of Experts, это не несколько моделек, это одна модель, называемая Dance Neural Network, которая там, короче, со слоями там особым образом поигрались, слои в этой модельке, можно отдаленно сказать, имитируют экспертов. И ее тоже можно скачать, она доступна, и она вроде как в чате пишут, работает не сильно хуже 8x22b. Вот такие модельки вышли, Mextral радует, когда-то, кстати, к Mextral тоже относился очень так хладно, а тут они прям неплохо open source складывают своими Mextral'ами, своими Mextral'ами, так что пользуйтесь в свое удовольствие. Я, кстати, у меня установлен на комплектере на моем, это, конечно, не 128 гигабайт оперативочки, да. И что, и нормально работает? Ну-ка, расскажи. Ну, работает неплохо, с русским языком, правда, лучше open chat по мне справляется, но... А какая у тебя версия? Ух, хороший вопрос. Давай, если хочешь, я открою, расскажу. завалился. Скорее всего, коем быть, этот... 7BQ4. 7BQ4. это Mextral' 7BQ4. И что, прям приятненько, прям можно пообщаться? Мне нравится, я использую иногда в каких-то простых вопросах. Я тут недавно думал, зачем мне нужна будет локальная модель, ну, зачем она мне нужна, потому что я пока, вот у меня старый ком был, я локальные модели не использовал. Я придумал только два use case. Первый use case это оффлайн-переводы и оффлайн-работа с текстами, когда надо какой-нибудь текст для Твиттера запилить. Переводы, работа с текстами, как справочник можно использовать для каких-то простых вопросов. Ну, галлюцинация. Ну, если простые вопросы, то... Ну, короче, я не стесняюсь использовать как справочник и еще ее можно подсоединить к Obsidian, не используя там для генерации текста. Текст генерировать. А, для генерации текста. Да. Ну, а я еще себе второй use case... И можно поиск делать по своим, ну, по своей базе данных. По своим заметкам? Да. Окей. С Obsidian прикольно. Continue Dev. Через Continue Dev, чтобы в оффлайне иметь помощник для программирования. Больше use case не придумал. Если у вас есть какие-то свои прикольные use case те, кто нас слушает, то не поленитесь прийти к нам в чат, написать, либо написать комментариям в YouTube, если вы нас там смотрите. Ну, или с подкаст-платформы пригоняйте. В общем, use case это всегда приятно и интересно. Послушайте, как вы используете такие штуки. Ну что, теперь к музыке. Да, давай немножечко со всем музыки. И недавно, совсем недавно, гремел сервис Суно, гремел по разным причинам. То его Microsoft к себе встроил, то они выпустили версию 3 своей новой модели, которая генерирует просто уже можно сказать, что потрясающую музыку по практически любым запросам, в том числе на русском языке, в том числе с матами, если надо. Можно даже свой текст писать, если хотите, а можно одним промптом получить себе трек. Но у Суно есть подписка, если что. Стоит это, по-моему, 20 баксов, как обычно, и на бесплатной версии у тебя совсем ограниченное количество генераций треков, поэтому сегодня мы бы с вами хотели поделиться парочкой сервисов, если вам мало Суно, если у вас на Суно закончились токены. Первое, это yudio.com, пока что в бетке тоже генерит треки. В целом, они все будут два сервиса, оба, как Суно, практически с античным функционалом. Yudio генерит треки, и причем генерит голос, ну, на мой взгляд, даже лучше, чем это делает Суно. У Суно голос такой прям за автотюнин, вот эти вот постоянные такие подтянутые нотки имеются в Yudio, этого сильно меньше. и Суно с науто, санауто.ai, тоже все то же самое, только бесплатно, тоже можно редактировать текст, тоже можно генерировать текст, может быть, даже в каком-то смысле он немножко, немножечко поудобнее Суно, потому что там все на проектах организовано, ты сначала создаешь проект, потом его тихонечко описываешь, там же можешь редактировать, поэтому пробуйте и Yudio и Суно то делайте свои треки, скидывайте их нам в чат, будем рады послушать. Да, да, вообще бомбануло аудио, прям нормально так, Суно одни из первопроходцев, хотя помнишь еще был Refusion, который на базе Stable Diffusion картинок Waveform генерировал? Да, было дело. Ну как мы шагнули просто вот от какой-то суперпростой музыки, которая какими-то хаками с помощью картинок и звуковых волн производилась до вот того, что ты реально пишешь промпт и получаешь себе целую песню просто и причем очень быстро, буквально за пару минут. Как ты думаешь, это повлияет на индустрию музыкальную? Будет ли меньше, заберет ли этот сервис такие сервисы хлеб у музыкантов? Я не думаю, что такие сервисы заберут хлеб у музыкантов, но скажем так, какие-то музыканты из-за этого точно лишатся своей славы, потенциальной славы, потому что музыки станет сильно больше, а значит, внимание людей рассеется. А раз внимание людей рассеется, то какие-то креаторы просто не получат этого внимания. Я думаю, что так. и весь никто об этом не говорит, а знаешь, почему никто об этом не говорит? Ну, что всем пофигу, потому что этики больше нет, как и в нашем сегодняшнем выпуске. Этика пропала. Тогда на этом предлагаю заканчивать. да, на этой печальной ноте, когда-то надо было на печальной ноте закончить, мы хотим закончить сегодняшний выпуск подкаста и вообще сказать вам, что мы заканчиваем вещание подкаста в целом. С вами всеми было приятно здесь находиться. Не забывайте нас. Увидимся и услышимся где-нибудь там. Ты что несешь? Ну, непривычно, без этики, надо что-то заканчивать. Ай, да, все. Да, как там говорится про короля, типа, умер король, воспрянул король. Король, да здравствует король. Вот, да, да, короче, шутка это была. В общем, всем спасибо за прослушивание три второго выпуска подкаста, а я с вами были постоянные ведущие Алексей Картенник и Виктор Шленченко. Виктор Шленченко. Всем большое спасибо. Да, ждите следующих выпусков, они обязательно будут. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, подписывайтесь, ставьте звездочки на подкаст-платформах, это нас очень продвигает. А еще, что делаете? А еще напишите нам комментарий, типа, эй, чего так мало, почему не три часа, нам всегда очень приятно такое читать, да и любой другой комментарий. Ламу, ламу, ламу. Да, 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 нам не терпится. Ламу, да. Нам не терпится. Ну и это, приходите в чат, а я подкаст, в телеграме, английскими буквами, мы вас там ждем, приходите на сайт и W. Club, там тоже куча полезного контента. Всем спасибо, и как говорится, лайк, шер, anywhere. Anywhere. Ну, сегодня точно не получилось. Ну, напишите в комментариях, пожалуйста, получилось или не получилось. А все, это Цукерберг, потому что, вот, собака же, знал, что мы сейчас побежим, эту ламу тестировать, не до выпуска будет. Ладно. Все. Слушайте трек, наливите. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok